Больше сотни нарушений санитарных правил вывели в школьных столовых Казлардинской области. Предприниматели оштрафовали почти на 6 миллионов тенге. Только в Жанахурганском районе приостановлена работа четырех столовых. Рассказывает Алибек Байшулинов. В Казлардинской школе номер 140 нет проблем с организацией горячего питания. Столовую ежедневно посещают 125 учеников. Вопросы качества питания под особым вниманием говорят в учебном заведении. Всего в школе учатся 1156 школьников. Из них в столовой бесплатно питается 110 детей из малообеспеченных семей. Еще 15 за счет средств арендаторов. Качество питания блюд проверяет мониторинговая группа в составе родителей этих учащихся. Они контролируют чистоту помещений и посуды, меню блюд, сроки, годности продуктов. Есть и попечительский совет, который раз в неделю отслеживает ситуацию в школе. По информации специалистов областного управления образования, на сегодняшний день горячим питанием не обеспечены дети 12 школ, которые находятся в Аральском и Щилисском районах. Контролем за соблюдением санитарно-гигиенических нормативов и выполнением противоэпидемических мероприятий занимаются специалисты филиала Национального центра экспертизы. На микробиологические исследования у нас отбираются пробы всех блюд. По первому исследуются 4 микробиологических показателя, по второму 5 и по третьему 7 показателей. Среди них мафанам, стафилококк, ауреус, протей, бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы. По санитарно-химическим исследованиям проведено 113 проб пищевых продуктов. Из них 45 не отвечали нормам калорийности. Результаты экспертизы передаём в соответствующие инстанции. По данным Департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг, в прошлом году было проверено 239 школьных столовых, арендованных индивидуальными предпринимателями. В отношении нарушителей требований санитарных правил применены меры. По результатам проверок, проведённых по особому порядку, в 2011 году за нарушение требований санитарных правил наложено 189 штрафов на сумму 5 миллионов 908 тысяч 500 тенге. Выдано 119 санитарных предписаний. Семь материалов направлено в областной межрайонный экономический суд. Также в Женокурганском районе приостановлена работа четырёх школьных столовых. Трёх нарушения устранены. Важно отметить, на сегодня все школьные столовые региона относятся к субъектам малого и микропредпринимательства. Однако на эти субъекты малого и среднего бизнеса не действует указ президента о трёхгодичном моратории проверок, профилактического контроля и надзора, так как эти мероприятия направлены на предотвращение нарушений, которые могут нести массовую угрозу жизни школьников. Алибек Большуленов, Альхайдар Турлыханов, Казалардинская область, Хабар, 24.